Привет! Это самый мощный фонарик в мире. И когда стемнеет, он осветит это огромное ущелье целиком. Такой фонарик способен заменить автомобильные фары, гантелю и даже зажигалку. Круто? Круто! Но вернемся на пару часов назад. И начнем с момента, когда к нам в руки попала вот эта вот побитая жизнью коробка. Исходя из надписей, мы сразу поняли, что в ней нас ждет именно он. Самый яркий в мире фонарик. Упаковку кто-то вскрывал до нас и очень небрежно заклеил скотчем. Видимо, проверяли содержимое на границе. А под слоем пленки нас ждал целый огромный чемодан с кожаной ручкой, блестящими замками и вставкой из дерева. Это реальное дерево? Вроде даже настоящего. Мы проверили. Итак, знакомьтесь. Это Emolent SR32. Самый яркий фонарик в мире из тех, что вы сможете купить. И он обещает выдать нам 120 тысяч люмен света и целых 2 километра дальности. И упаковка, я вам скажу, внушает доверие. Внутри кейса нас ждет инструкция, зарядка. Кстати, очень похожая на зарядку от макбука. И тоже на Type-C. Ремешок на шею, на руку. И пакетик с какими-то уплотнителями и шестигранниками. Ну и само собой сам фонарик. Хотя фонариком эту громадину назвать сложно. Скорее, какой-то переносной прожектор. Никогда еще не распаковывал фонарики ценой как айфон. Итак, что в комплекте мы поняли. То, что сам фонарик огромный, тоже видно сразу. А вот его огромный вес, к сожалению, через камеру не передать. Фонарик можно запросто использовать вместо гантелей. Ведь весит он больше 2 килограмм. И это следствие как огромной батареи, так и полностью металлического корпуса. Внутри мы можем заметить целых 3 кулера для охлаждения. А сам фонарик управляется двумя кнопками. Сбоку и на ручке. Хм, не включается. Оно и ясно. Ведь для безопасности транспортировки аккумулятор, скорее всего, не подключен к фонарику. Офигеть, они с маски не пожалели. Так и есть. Изнутри выпадает пластиковый предохранитель. Теперь включается. Под стеклом здесь 32 очень мощных светодиода. Даже один такой диод сделает фонарик невероятно ярким. Что уж говорить, если стоит в каждый такой квадратик целых 17 долларов. А питает все это огромный батарейный отсек. Собранный из стандартных 18650 аккумулятора. Только если обычно в фонариках такой один, то тут их целых 8. Сказать честно, с таким монстром я сталкиваюсь впервые в жизни. Хотя фонариков я видел много. У меня в шкафу даже есть отдельная коробка с кучей разных фонариков. И это еще не учитывая те, что потерялись по дому или раздались друзьям. Они все очень разные, но у каждого есть своя фишка. Примерно та же ситуация и с онлайн-играми. Их обычно столько, что каждый найдет что-то свое. Например, на Вавада различных игр уйма. От простых вроде лесенки или минера до более серьезных покерных столов. Одни современные, а другие наоборот напоминают старую классику. Каждая игра интересна по-своему. Где-то нужно быть внимательным, а где-то уметь вовремя остановиться. Главное помнить, что это не способ заработка, а скорее вариант интересно провести время. На сайте часто проходят турниры, сейчас на новенькую БМВ, но порой на не менее ценные призы. Для участия достаточно просто играть на сайте, а каждый месяц все игроки получают кэшбэк. Ознакомиться с более точными условиями и попытать удачу ты сможешь по ссылке в закрепленном комментарии. Сейчас на столе лежит куча фонариков, каждый абсолютно под разные задачи. Вот, например, налобный. А эти два вообще лазеры. Есть ультрафиолетовый фонарик, которым, например, можно проверить деньги на подлинность. А есть вот такой вот малюсенький фонарик-брелок, который светит при этом очень неплохо. Вот так, например, он выглядит рядом со вспышкой на айфоне. А вот так светит, сравнивая с той же вспышкой. Удобно, повесил на ключи и в кармане всегда есть мощный источник света на целых 300 люмен. 300 люмен, а много это или мало? Ну, например, вот такой фонарик чуть побольше выдает целую тысячу. А вот этот огромный 6000 люмен, гляньте какой яркий. Герой сегодняшнего видео обещает выдать нам в 20 раз больше, целых 120 тысяч люмен. Но вы, вероятно, как и я, понятия не имеете, что же такое все эти люмины и с чем их едят. Есть две основные единицы измерения освещенности. Тот самый люмен и люкс. То есть это люкс. Их основное отличие в том, что люмен это количество света, излучаемого прибором, а люкс – количество попадаемого на объект. В чем разница? Ну, например, в этом фонарике люмен меньше, чем в этом. Но он умеет фокусировать луч с помощью линзы. И в той точке свет уже будет куда ярче. А еще на яркость будет влиять тип стекла, светодиода, его КПД и так далее. Чтобы не грузить тяжелыми терминами, скажу просто – люмины – это величина лишь для привлечения внимания. К тому же измерить их мы никак не сможем. Люкс же, наоборот, объективно говорит нам о том, сколько света попадет на объект. А еще его запросто можно измерить вот таким специальным прибором. Называется он, как ни странно, люксметр. Для того, чтобы вы ориентировались. Днем на ярком солнце значение освещенности порядка 50-60 тысяч люкс. В тени оно сразу падает в 10 раз, до 5-7 тысяч. А ночью может достигать всего лишь 1-2, а то и вовсе 0 люкс. В нашей же комнате сейчас значение света примерно 150 люкс. Но тут, как вы можете заметить, довольно темно. С помощью прибора мы сможем объективно проверить, какой фонарик на что способен. Отмерим 1 метр расстояния и проведем замеры. Самый маленький фонарик выдает 1300 люкс. Что оказалось почти в 10 раз ярче айфоновской вспышки. Мой любимый маленький, но очень яркий фонарик выдал уже целых 5000 люкс. Помните, да? Как в солнечный день в тени. А вот этот здоровенный, почти 100 тысяч люкс. Что даже ярче прямых солнечных лучей. Итак, теперь мы наконец-то готовы к тестированию самого яркого в мире фонарика. Здесь режимы мощности идут по нарастающей. Первый 30 люмен. Что-то вроде режима ночника. Полторы тысячи, четыре пятьсот и девять тысяч люмен. Эти нас не сильно интересуют, так как не отличаются от прошлого фонарика. А вот на 25 тысячах люмен фонарик начинает жарить не по-детски. Причем и в прямом смысле тоже. На нем запускаются кулеры для охлаждения. А сам световой поток уже имеет довольно высокую температуру. Естественно, греется и сам фонарик. На этом режиме он выдает порядка 120 тысяч люкс. А на следующем режиме в 50 тысяч люмен прибор и вовсе зашкаливает. Со значением больше 200 тысяч. А это мы еще не дошли до самого яркого режима. Ну что ж, не вышло проверить в теории, проверим на практике. Выключаем дома весь свет и запускаем фонарик на максимальную мощность. Эффектно? Не спорю. Только вот вряд ли вы так поймете все его возможности. Потому мы все же пойдем другим путем. Знакомьтесь, это Рома. И именно он поможет нам узнать, так ли хорош в деле наш огромный фонарик. Чтобы Рому было хорошо видно, мы одели его в яркую одежду, не сливающуюся с фоном. Взяли на плечи и понесем подальше от нашей исходной точки. Ну насколько я правильно посчитал, тут примерно один километр. Теперь фиксируем его с помощью колышков, чтобы точно никуда не убежал. И начинаем отмерять несколько точек. Один метр, затем десять. Делать это удобно с помощью рулетки на айфоне. Чтобы измерить большое расстояние, нужно просто опустить ее вниз и шагать. Точность гарантирована, мы проверили. Ставим колышки на ста и на тысяча метров. И как только на улице полностью стемнело, приступим к тестам. С одного метра Рому видно даже с самым маленьким фонариком. Более того, этот малыш справляется и на следующей дистанции, в десять метров. Со ста, естественно, не справляется ни маленький, ни какой-либо из средних фонариков. Даже не могу понять, в какую сторону светить. Зато, большому на шесть тысяч люмен, такая задача оказалась нипочем. Что ж, видимо, недооценил я наши фонарики, раз остался только один рубеж. Ровно километр. Зато, здесь Рому не видно. Не видно ни с фонариком, ни без. Я вообще, честно говоря, не понимаю, куда смотреть. Не видно даже холмов, которые стоят метров за двести от него. И потому, наш огромный монстр, именно сейчас, сможет раскрыться в полной мере. Двадцать пять тысяч люмен. Световой луч уходит куда-то далеко, а то, что рядом, уже пережигается. Но, как мы не пытались, испытуемого не удалось увидеть ни глазами, ни через приближение. Пятьдесят тысяч, ситуация примерно такая же. Неужели, при заявленных двух километрах дальности, свет не доходит даже на километр? Настало время включать максимум. Раз, два, три, давай! На максимальном режиме с километровой дистанции фонарик выглядит так, будто светит какой-то огромный прожектор. А свет на Рому таки попадает, причем достаточно сильный. Не знаю, как на два километра, но в наших, далеко не идеальных условиях, на целую тысячу метров этот фонарик точно светит. Гляньте только, он и правда смог полностью осветить это огромное ущелье. И среди ночи мы можем видеть все те дорожки, где проходили, лес напротив и поле где-то далеко впереди. Именно в этих условиях он полностью раскрывает весь свой потенциал. Максимальный режим в 120 тысяч люмен может работать непрерывно всего 45 секунд. Дальше фонарик перегревается и просит остыть. Но в реальных условиях нужен он лишь, чтобы посмотреть на что-то очень издалека. Осветить какое-то поле, ущелье или увидеть человека за 500-700 метров. Честно говоря, сложно придумать реальный сценарий использования такой мощности, кроме каких-то сложных поисковых операций. Для исследования даже самых темных мест с головой достаточно и 50 тысяч. Именно этот режим сейчас используется. Мы постарались настроить картинку так, чтобы она максимально точно отражала реальную освещенность. Здесь вы видите свет так же, как и мы своими глазами. И даже в очень большом помещении 50 тысяч люмен достаточно, чтобы заполнить все ярким дневным светом. Просто гляньте, что будет, если запустить 120-тысячный режим на тех же настройках. Именно так все видно и глазами. Местами участки просто выжжены светом. Более того, если на таком режиме долго смотреть на свет фонарика, в глазах появляются зайчики, прямо как от сварки. Потому максимальный режим я старался использовать только в открытом пространстве. Да и то очень осторожно. 25 тысяч люмен можно назвать самым стандартным рабочим режимом. Он идеален для исследования территории как на улице, так и в помещениях. И его достаточно даже в самых больших ангарах. Эта летучая мышка недовольна даже такой яркости. Что уж говорить, если бы мы включили больше. В городе такой фонарик тестировать опасно. И хотя можно было снять много красивых кадров, думаю не всем было бы это приятно. Да и я считаю, он и так показал себя очень достойно. Не забывайте, что все это время я свечу переносным устройством, помещающимся в одной руке и с питанием от относительно небольшого аккумулятора. Кстати и о нем. За время съемок зарядить фонарик нам пришлось целых три раза. Но оно и не мудрено с такими-то мощностями. Сам производитель приводит вот такую таблицу разряда. Ну что ж, могу сказать, что половину от этих цифр он точно продержится. У нас к нему осталось всего пара вопросов. Первый. Сможет ли такой фонарик заменить автомобильные фары? Вау, какие там фары! Фонарик светит, наверное, раз в 10 ярче и дальше. Ощущение, будто едешь ты практически днем. Но и слепить все, что движется навстречу, он будет в 10 раз больше. Потому ответ, смотря с какой стороны посмотреть. Второй вопрос. Можно ли фонариком что-то поджечь, раз световой поток такой горячий? Да, запросто. На максимальном режиме, буквально за 5 секунд, легко возгорается бумажка. Ну и последний вопрос. Наверняка он созрел и у вас в голове. А выйдет ли на таком фонарике поджарить яйцо? Ответ? Нет. Видимо, температура высокая, но все же недостаточно. Да и разрядился бы он быстрее, чем яйцо пожарилось. Как-то так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok